Верная подруга для слабовидящих. День символа слепых, а именно белой трости, отметили по всему миру. В школе-интернате для детей с нарушением зрения состоялся концерт, где сами воспитанники выступали с творческими номерами и продемонстрировали новые технологии для обнаружения препятствий. 15 октября по всему миру отмечается День белой трости. Это особенный день солидарности со слепыми людьми. Воспитанники школы-интерната для детей с нарушением зрения долго готовились, чтобы показать творческие номера своим друзьям, учителям и одноклассникам. У меня очень много друзей. Я хожу на кружки, фортепиано, у меня много кружков глобал. Мне нравится самое большее – это петь. Сегодняшний день для наших детей и вообще в мире является международным днём – белой трости. Для наших детей это очень важный праздник. Даже можно сказать, что это не праздник, это День символа. Именно для тех детей, которые являются незрячими. В нашем школе очень много детей-талантов, которые участвуют во всех международных, областных, республиканских фестивалях, конкурсах. И мы ими гордимся. Особенность воспитанников интерната не мешает им заниматься тем же, чем занимаются обычные дети. Для этого нужен лишь другой подход. Так, например, школа оборудована так, чтобы ученики круглые сутки находились под присмотром. Библиотеки снабжены учебниками со специальным шрифтом и компьютерами с голосовым управлением. А кабинеты технологии и домоводства, занятия которыми так важны незрячим детям, полны различными подделками из бумаги, пластилина и ткани. Наши дети отличаются от всех остальных детей, которые учатся в общеобразовательной школе. Нашим детям необходимо больше внимания, необходимо больше учебных занятий именно развивающего плана. Мы стараемся, чтобы для наших детей были созданы все условия, чтобы они развивались не только в учебной части, в которой запланирован общий государственный стандарт программы образования, но еще и чтобы наши дети больше социализировались. Это самое главное в нашей работе. Именно этим и занимается бывший воспитанник интерната Женебек Байтоков. Ведь по программе инклюзивного образования планируется уменьшить количество интернатов и обучать ребят с нарушением зрения в обычных школах. Члены нашего общества, многие, закончили данную школу. Я в частности закончил в 2001 году. И мы организовали весной в этом году общественное объединение. И помогаем инвалидам. У нас общественное объединение не для инвалидов по зрению, а вообще для любых групп инвалидов. Мы помогаем инвалидам социализироваться, то есть помогаем инвалидам понять их необходимость. И помогаем в юридическом плане. Дети, которые находятся в школе, они не социализированы, то есть они социально дезадаптированы. В том плане, что когда они находятся в школе, за ними определенный уход, то есть за ними смотрят, их контролируют. У них есть какая-то, ну скажем, некая деятельность в рамках школы. Когда человек попадает, допустим, если он не поступает в университет или колледж, то он, естественно, остается один на один с домашними делами. Он не знает, чем себя занять, и он не знает, как его самореализоваться. Вот в этом плане мы и помогаем. Как минимум информационно и практически. Пока воспитанники интерната находятся под присмотром, им ничего не угрожает. Однако само общество еще не научилось взаимодействовать с инвалидами. Такие дни, как День Белой Трости, призваны обратить внимание окружающих на проблемы людей с ограниченными возможностями.